доброе утро поехала на работу и хочу вам сказать что сегодня даже не пошла в спортзал помните у меня была шишка на глазу вот на этом же месте мне опять начался ну я не знаю ячмень или что такое думаю покажу пока не выехала из гаража но я в этот раз знаете что сделала вчера на работе теплую примочку держала теплый такой полотенчик говорят у нас у бабушек часто бывают какие-то на глазах и только вот эти теплые влажные примочки представляете никакое лекарство не поможет бесполезно даже к врачу идти скажет теплый компресс компрессом здесь назад сдаешь и как-то опасненько с одиночки конечно потому что еще когда я последний раз прямой эфир вела помните я говорю что ты мне глазу мешает но мешать ничего не должно было все время поправляла этот глаз как будто что-то появилось там и вот в обоих глазах у меня как мусор вот два дня я думаю я не знаю после аллергии наверное аллергия это помните мне какая сильная была иммунная система конечно все равно с возрастом слабее становится что там говорить еще какие-то стрессы себе все время придумываем надуманные поэтому сейчас одену очки очки кстати вот эти которые на мусорку-то на работе хотели выбросить у дэниела они хорошо так от солнца защищают мне они нравятся целое коробище их куда их денут забыла подруге положить посылку они бы там деревня там не щеголяли бы в очках хочу они нормально смотрится вообще конечно с очками но надо же забыла кофту зеленую с блесками забыла и очки еще дочери буду посылать хотя у них там там уже в сочи конечно помотнее носят очки то вряд ли будут такие можно будет все равно положить вот как сажусь машину вот этот воздух холодный но это не отдохнет холода это же поступают с улицы вот эти все аллергены и я обязательно начинаю подкашливать вот когда гуляю сочи правда не так значит наверное все таки это холодный воздух то тоже раздражает я уже привыкла к нему тут хотел рассказать забыла о-о-о-о журавушки на обочине что нового на работе на работе нового конечно много к сожалению вы знаете пациенты каждый день ведут себя по разному и не в лучшую сторону если вчера еще бобуля нормально говорила сегодня может все что угодно уже быть вот допустим вчера захожу к бабуле она вроде дети ее навещают вроде ну как сказать немножко такая заторможенная была но все равно она с травмой не было а бабуля которая с дедушкой обнималась вот у нее были такие эпизоды она ходила к дедушке или он ее ловил где то и вот сама даже приходила позволяла ему прижиматься но дальше дело не шло вот а тут я захожу к ней вчера вы знаете я даже не ради смеха рассказываю не ради смеха а ради вот как вам сказать мы на работе это обсуждаем и удивляемся как может мозг меняться с возрастом это страшно я как всегда захожу говорю смотрю она уже в пижаме я спрашиваю тебе помощь моя нужна там что-то поменять что-то это она нет а ты зачем пришла я говорю ну вот помочь тебе а она говорит а где мой ребенок where my baby я говорю я еще до сих пор беременна где ребенок вот такой вопрос мне я говорю ну что она я до сих пор беременна а где мой ребенок вообще я конечно вообще ошарашенная такая говорю ну сейчас пойду искать вернусь ну бывает что вот на этом все бывает что бабуля была у нас такая начинала искать детей прямо как говорится бегала по коридорам мы боялись что куда-нибудь убежит было очень тяжело это правда ничего пока еще тихонько на кухне кухонный работник конечно я ему вчера говорю представляешь ну мужик так он сразу мне забыла что она с дедушкой встречалась а он засмеялся говорит так как это говорит от этого от дедушки наверно беременно вот так мы любя конечно смеемся это же господи и везде подсмеиваются и над больными и над старыми и над детьми что над детьми что над старичками подсмеивается потому что я вам говорю это чисто вот я даже забыла что-то эту связь что она к дедушке ходил но что-то у нее видимо всколыхнуло у нее по-моему четверо детей четверо дочерей может даже пятеро если все живы а еще за столом потом она пришла вчера на ужин что-то с ней произошло да хотя ее уже анализ мочи взяли пролечили антибиотиками но видимо не помогло вчера она пришла вот поверьте это влияет на вот начинаются вот такие изменения антибиотиками пролечат инфекцию убирают и нормально возвращается старушки здравый ум рассуждать вот она вчера пришла села рядом с ней всегда кушает одна и та же бабушка и что-то она у нее спросила сколько ей лет то она говорит сегодня с утра было 31 а она такая еще не сколько-сколько дори ван и так знаете посмотрела на нее но ничего не сказала что у нее это еще вроде как она это да так вот станешь утром и забудешь сколько тебе лет но все-таки узко мне это нравится конечно все время вот рукавчик треть он коротковатыми поправляем но поображать охота цвет такой приятный да и когда встану она нормально на мне сидит сидишь всегда он девчонки полные вообще ходят все на них по-смешному в обтяжку ничего не комплексует а я чуть-чуть тюрка в чекон он свободно тянется я все равно начинаю его это поправлять какие-то вот это дурацкие они вот ходят ничего не поправляют у них и трусы видно и задерется рубаха и тело видно ничего не переживает я все что-то от рукавчики поправляем эту вниз тяну все таки остались знаете уже живота нет все что-то впереди подтягиваю как от этого уже не избавишься так что бабули а одна бабуля она была самая умная у нас на это же ну в здравом уме кто с ней сидел рядом она все подтыкала что ты не понимаешь что ли врачу иди тогда все еще подсмеивалась над всеми ой подсмеивается поверьте подкалывает дружку и вот она заболела воспалением легких попала в госпиталь серьезно у нее дети сказали что она курила в молодости серьезно у нее было но отходили ее она вернулась и вы знаете вообще как потеряла ум потеряла на прочум вообще не знают даже как в туалет идти и что там делать в туалете от столовой до своего номера не может дойти ходит все физически и в нормально вообще потерялась вообще не знают куда идти что делать с туалетом как где ее место столовой садится вообще так страшно вы знаете буквально после того как тоже инфекция любая инфекция простая уже с возрастом я вам хочу сказать уже носит изменения вот у меня глаз заболел явно что-то я сильно у меня вот этот раз в этом году два раза это легкие была такая сильная даже не знаю у меня такое ощущение что-то у меня гриб был вообще так сильно так я болела я не знаю или это возраст или после операции у меня иммунная система хотя занимаюсь хожу сегодня решила не идти потому что утром глаз вообще был красный надутый а вот то что я отдохнула старалась поспать думаю наплевать на все буду спать даже есть не хотела и стала вот сейчас у меня получше глаз так я вам не сказала что я делаю я значит в иод макаю палочку вчера так начала и вот так потихонечку на эту шишечку то значит вот так обмазывая обмазывала вчера и сегодня и вы знаете перестала расти вчера прям вечером прям такое надутая было как яичко там а сейчас вот иодом опять вчера помазала сегодня вчера еще делала компресс теплый сегодня уже не стала делать может на работе в конце смены сделаем и она мягко стала вот эта похлость поэтому может пройдет кто-то мне правильно говорил что сейчас на этом месте оно вот так долго рассасывалось и опять стала надуваться уже не избавишься давай надо беречь здоровье все равно уж стрессы точно от себя отгонять все пустяковые и не пустяковые надо избегать дороже всего станет вот за бабушками наблюдая вот сколько раз я вам говорила и вот опять говорю что первый признак это вот инфекция берут мочу на анализ и обязательно подтверждается антибиотики пролечат ими и все и опять но иногда вот не помогает не помогает бывает повторно назначает антибиотики какой организм какая инфекция он у меня сотрудница то я вам говорила думала у нее это депрессия или что а у нее почки чуть не отказали вообще а никаких даже симптомов не было никаких просто появилась резкая боль в пояснице и внизу живота у нее не было боли при муче спускания ничего сейчас у нее нога спазм какой-то в ноге делается вчера говорила думала на работу не смогу пойти встала у меня как ногу спазм захватил всю ногу вообще кошмар не знаю что делать а живет тоже она с мужем он ее вообще по моему ему 80 лет а она моложе меня почти на 10 лет может на 5 а еще про госпиталь хотела рассказать нашей старичке я помню бабулька была она уже под кислородом была сердце слабое насколько здесь вот страховки и уже потом государственные эти страховки они все равно не бесплатно все равно когда на пенсию выходишь все равно обязательно доплачивая что-то не что-то они покрывают что-то нет и обязательно все старички имеют медикер и обязательно еще какую-то страховку покупают представляете покрывалась все или больше покрывала потому что стопроцентно они ничего не покрывают ни одна не государственная которую они покупают ну и помню бабулька она уже знала что у нее сердце очень слабое умирает и все отказывалась от госпиталя у нее уже приступы удушья были ей предлагали в госпиталь и она у нее в конце года она все говорила что я уже лимитед уже свой исчерпала на госпиталь а денег у меня а у нее не было у нее по-моему приемная дочь была как потом я уже узнала когда она умерла и короче дочь ее не навещала не знаю хотя здесь живет где-то в другом штате и вот она отказалась в госпиталь все время говорила что уже исчерпала лимит а денег не платить даже умирая но боятся что с долгами верующие все с долгами не хотят уходить с этого света и говорит платить нечем за госпиталь хотя борьба уже шла значит за жизнь и за смерть и вот она в начале года помню ей опять стало плохо я лично была мы ждали скорую когда придет а после пала она или уже что-то ей так плохо было что уже вызвали значит 9-1-1 я ее готовила чтобы она поехала и вот она помню ее слова меня это так поразило но еще один раз еще один раз я смогу сейчас я смогу еще раз последний поехать в госпиталь ну короче снова с нового года же обнуляться все можно снова начинать пользоваться страховкой сколько там два-три раза в год положено кого как и вот она ждала когда обнулиться страховка чтобы поехать в госпиталь но к сожалению она оттуда уже вернулась 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 она почему чуть не сказала что не вернулась и уже с ней сидели из госписа а женщины по очереди уже 24 часа с морфием у нас у нас иногда не переводят а в госпис я не знаю сейчас может быть поменялась раньше было что и если приходили из госписа и вот сидели 24 часа и она умирала на моих глазах я помогала ее с кровати на кровать там помогать ну что один человек с госписа посидит уже надо все равно помогать там если менять или что там это бывает но редко у нас в основном или идут в госпис или переводят но иногда вот не знаю по каким-то показаниям решают что могут они оставаться до конца значит здесь это может быть они сами указывают в каких-то своих завещаниях как и что еще указывают вот да наверное сейчас конечно всем это знакомо искусственное дыхание если плохо станет умирать начнет некоторые отказываются тоже пишут строго обговариваются хотят они или нет ну будем говорить половина на половину половину хотят чтобы снова их приводили в чувства делали там к машине подключали или что-то еще а половина не хотят если дышать перестанут типа все так и оставьте меня дайте мне уйти ой какая-то тема у меня сегодня ну у меня такая работа но она веселая все равно веселая мы стараемся все знаете так с шуткой с прибавуткой с бабульками шутим и все прочее сильно нет обстановка обстановку не нагнетаем ну бабульки как говорится начались галлюцинации ну и ладно чего теперь сегодня галлюцинации завтра не будет на улице уже жара подкатила подкатила ведь а думала просто скажу здрасте опять как говорится ни о чем проболтала с вами завтра завтра пойду волосы как сани красить уже брызгалкой не забрызгаешь глаз то а вот он у меня видите желтый иодом намазала помогает кстати помогает опухоль сошла так что правильно я сделала не дала разрастись этому поганцу на моем глазу подсел ты посмотри как говорится действительно черри такие места находит то на попе то еще где то еще помню с молодости ну все давайте тогда до следующих встреч пока